Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал The Get пришел интересный вопрос от Татьяны. В моем роду у прадеда ведетов много абортов. Выпивали мужчину. Ушел отец из жизни отец по своей воле. Никто не молился и не покаялся. У меня не складывается личная жизнь. Нет детей в 35 лет. Брат выпивает, играет в компьютерные игры, больной ребенок. Я хожу в храм, причащаюсь по возможности, сама стараюсь не выпивать, но из тяга, как исправить ситуацию, как покаяться за весь род и скупить вразумление. Нету в православной церкви такого понятия, как вымаливание рода. Хотя вы можете на разных православных ярмарках увидеть в каждом втором ларечке в каждой второй палатке подобное объявление. Сидят батюшки, матушки, монахи из каких-нибудь далеких глубинных монастырей, которые пытаются как-то выживать и иногда пытаются вызывать за счет религиозного невежества крещенных православных христиан, которые крещены, но не воцерковлены. Может быть, исповедуются, причащаются, но и ничего не знают по сути о своей вере. Или легко манипулировать и рассказывать про родовые грехи, потому что очень приятно слушать о том, что ты ни в чем не виноват, что виноваты твои родители, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, еще вспомнить Адама или Еву. Мужчины винят и Еву во всех своих бедах, женщины и Адама. Но, как правило, все-таки винят тех, кто поближе к ним. И не дай Бог, мама расскажет какой-то дури своим детям о том, что у них были аборты в приступе искренности, разрушив их психику просто в пыль, потому что детям нельзя такое говорить. Оставьте это для духовника, оставьте это для Господа Бога. Не надо из камин-аута такие организовывать перед своими детьми, подростками. Вы думаете, что они просто воспримут это как сухие статистические данные? Нет, они могут чуть ли умом не тронуться, друзья мои. Было это дело? Ну, хорошо. Это тот скелет в шкафу, который должен открываться только для Господа Бога и духовника. Не надо перекладывать тяжесть своей вины на своих детей. Вот так в моей жизни было. Было и было. Не делать из своих детей бесплатных психологов. Им с этим жить. И не всякий ребенок может простить свою мать за подобное. Так что поаккуратнее с этим вопросом. Иногда вы даже можете где-то написать в комментариях, которые может прочитать ваша дочь. Будьте бдительны. Не всякая истина может быть полезной. Не всякая истина должна быть высказана. Имейте это в виду. Но я немножко отошел от темы. Можно ли вымолить рот? По щелчку пальцев, по написанным запискам никто волшебных фокусов вам не сделает. Здесь все по-другому работает. «Ты не несешь личной ответственности за грехи своих предков». Это написано еще в Ветхом Завете, кажется, пророком языке Ильям, что уже наступили времена, когда не будут говорить, что дети ели кислый виноград, что родители ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Все, уже тысячу лет прошли после того, как было сказано это Слово Божие. Да, остается последствия. Как вы даже правильно заметили, у вас есть тяга к алкоголю. Возможно, потому что она была у ваших родителей. Но если вы будете пресекать это желание, то вы будете иметь жизнь трезвую. Я знаю таких детей, которые понимают, что некоторая тяга есть. И за всю жизнь мне глотка не сделали практически. Потому что знают. Сейчас глоточек другой, и пойду по стопам родителям. И им, их детям будет уже намного проще. А внукам уже совсем легко. Если не опять, опять же, в минуту жизни трудно. Вместо того, чтобы решать проблему, будут уходить от нее с помощью алкоголя или медитации. Там у Херенретики не слаще. На самом деле, медитация не решает проблему, а позволяет делать вид, как будто ее нету. Жить так, как будто все хорошо, как прежде. Но сильными это вас не делает. Проблема такого усугубляется и накапливается. Ну, вернусь опять же к родовому греху. Если ты хочешь, чтобы у всех твоих родных, живых усопших, особенно усопших, в загробной жизни было все хорошо, они должны быть родителями, бабушками, прадедушками, праведницей. Живите правильно, живите с Богом, живите в любви, творите дела милосердия. И это будет приносить благодатные плоды всем вашим усопшим родным. Не вымаливается род. Бог не султан турецкий, которого надо умолять, чтобы тот пошевелил пальчиками и взял твоих родных в свое царство. Так он сильно-сильно не хочет. Ну, так и быть. Вот если долго-долго молиться, если в каких-нибудь храмах, монастырях, прозролевые батюшки, матушки, и еще кто-нибудь будет усердно молиться, прямо 2-4 часа в сутки на коленях, как будто там не людей просишь молиться, ангелов каких-нибудь, то все будет хорошо. Все будет хорошо, тогда в твоем сердце будет Бог, в твоей жизни будет Бог. И считать, что можно Бога уговорить, убедить, это противоречит нашей вере. Язык, разговор с Богом происходит на языке любви. Стежи Дух мирен, стежи Дух Святого. И тысячи людей вокруг тебя спасутся, и живых, и умерших. Поэтому вроде бы результат получается такой же самый, если ты становишься чище, то и у твоих усопших родных в жизни что-то налаживается загробное. Но это не вымаливание, это закон единства Церкви земной и Церкви небесной. Пусть Господь даст вам силы, понимает, что ответственность вы за свою жизнь несете самостоятельно, и обуславливается она не тем, что ваши предки жили грешно, тем, как вы будете ходить пред Богом или падать пред Ним. Но упали, вставайте. Не забывайте про причастие, не забывайте про благодать, которая дает вам силы исполнить все вышесказанное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok